2021 год полон открытий памятных даты юбилеев 12 апреля исполнилось 60 лет первому полету человека в космос в 1961 году советский космонавт юрий гагарин на космическом корабле восток-1 стартовал с космодромом байконур и впервые в мире совершил орбитальный облет вокруг планеты земля перед запуском посетить производственные цеха поэтому рассказали все о том как собирают ракеты да сюда они приходят формате такого конструктора здесь происходит полная сборка мы решили начать новый сезон нашего проекта именно с космического туризма мы уже успели побывать на космодроме восточный который стал одним из самых масштабных проектов россии 21 века а также легендарном космодроме байконур первым в своем роде на нашей планете про который сегодня и расскажем космодром байконур в наше время это самая крупная космическая гавань открывшая миру путь к научно-техническому прогрессу а человечеству дорога в космос именно с этого космодрома был запущен первый спутник провозгласившая начале космической эры с байконуров первый в истории человечества полет в космос отправился юрий гагарин с этого космодрома стартовали ракета-носители доставлявшие в космос корабли с германом титовым валентин терешковый алексеем леоновым и другими космическими героями ссср и нашей страны запуски прошли успешно конечно не без замечаний но тем не менее космические корабли вышли на орбиту восток-3 восток-4 с космонавтами павлом поповичем и андрианом николаев на орбите между космическими кораблями было всего 6 километров поэтому иллюминаторы не могли наблюдать за космическими кораблями друг друга по их слов они проплывали как маленькая луна также впервые в мире была налажена радиосвязь тем не менее они должны были переговориться только с помощью шифрованных фраз когда вышел космический корабль поповича николаев уже в орбите попович увидел в иллюминатор николаева и в эфире стал восторженно кричать андриан как твое самочувствие я тебя вижу на что андриан николаев ему строго ответить почему со мной разговариваешь на помощью шифра нас ведь накажут но поповича нисколько не испортилось настроение он сказал пусть сначала достанут а потом уже наказал что свое время было несыханной конечно дежностью некоторые моменты космонавтом прощали ведь они рисковали своей жизнью 30 июня российский корабль прогресс был запущен ракеты носителем союз с грузами для международной космической станции корабль доставил на станцию топлива воду и другие грузы необходимые для эксплуатации станции пилотируемом режиме впервые символика одного из субъектов россии была нанесена на ракету республика чувашия стала первым ракета стартовала символика чувашской республики и изображением 3 космонавта андриана николаева с этого года роскосмос начал новый проект по дизайну космических кораблей нанесение символики региона станет своеобразной лепты в развитии внутреннего туризма на питерском экономическом форуме мы подписали соглашение с металлиго чем рогозином мы надеемся в рамках этого соглашения помимо продвижения региона в том числе оказывать возможную поддержку возможное сотрудничество по программам роскосмоса но в части вот в частности у нас есть ряд предприятий которые производственные цепочки делают те или иные значит компоненты да у нас предприятие сейспель она варит корпуса этой ракеты это технология уникальная технология таких технологий нет делают станки поставили вот самару на прогресс соответственно космос и предприятие Чувашии это тоже для нас одно из направлений развития здесь и представители предприятия которые сегодня способны и участвуют в исполнении заказов корпорации Роскосмос и наши ребята победители олимпиад которые увлекаются космосом которые участвуют в олимпиадах и в общем то наверное посвятят свою жизнь тоже работе в этой области если посмотреть вот люди стоят вот она на примерно на 20 градусов сейчас повернута вправо если мы будем принимать следующую ракету мы развернем старт обратно по этим рельсам подъедет установщик мы уложим еще уникальная особенность этой ракеты то что она в старте висит не стоит на как все остальные ракеты а висит вот вот это желтое кольцо это вот то самое место на котором она висит для чего это сделали а для того чтобы облегчить конструкцию если ракета стоит то всей массой своей она давит на старт и нижняя часть должна быть очень мощная а когда она висит нагрузка размер распределяется равномерно часть тянет вниз часть давит сверху поэтому ракета получилось легче но старт при этом получился гораздо более сложным конечно байконуре этот музей один из центральных музеев где хранятся исторические факты сначала строится байконур инженеров строители которые работали на космосе королевцы кушко и так далее здесь очень много оригинальных вещей что цены для музея поездка оставила внутри нас всех частичку влечения частичку страсти космос поскольку космодром байконур это то место где сконцентрированы лучшие умы нашей страны готовы развивать готовы давать старт новым проектом в этом направлении мне кажется что каждый из нас захотел вернуться сюда снова и не только в качестве участника определенной экскурсии в качестве работника в качестве может быть какой-то руководящий должности в качестве космонавта все возможно главное верить себя не сдаваться следующем выпуске мы перенесемся на дальний восток россии где расположен космодром восточный и осветим еще один запуск а также покажем сборной монтажной цеха космодрома и прогуляемся вместе по наукограду циолковскому не забудьте подписаться на наш канал чтобы не пропустить выход нового видео путешествуйте по россии вместе с нами до новых встреч субтитры создавал DimaTorzok